Я поддерживаю контакт с Павлом Николаевичем, подлость власти еще и в том, что они уничтожают бизнес. Они говорят о защите бизнеса. Вот успешный, честный бизнес совхоза имени Ленина. Они его уничтожают, воспользовались политическим моментом. Это подлость и гнусность, это преступление, которое творится на наших глазах. И я прошу всех, кто знает, распространять эту информацию и защитить народные предприятия совхоза имени Ленина. Я думаю, что надо везде, во всех информационных сетях давать информацию о том, что власть сегодня пытается сделать с народным предприятием совхоза имени Ленина. А коммунисты должны в Думе поставить этот вопрос на обсуждение просто-напросто. Потому что это просто, как говорится, политическая расправа в чистом виде. Ну, я знаю, что они арбитражные иски инициируют постоянно по обжалованию договоров, контрактов и так далее, которые совхоз имени Ленина заключал на законных основаниях. Я знаю, что эти арбитражные суды проводятся оперативным способом, без привлечения даже представителей совхоза имени Ленина, что решение выносится постфактум. Там судья за 40 минут, по-моему, вынесла решение, это еще было там весной, там ночью. Это антизаконное, антидемократическое, антиконституционное просто действие властей, которые, на мой взгляд, являются просто преступлением. Я думаю, власть сделала очень ловкий поступок то, что во время чемпионата мира эти чудовищно непопулярные законы быстро протащила через Государственную Думу. И, конечно же, чемпионат мира по футболу – это праздник, который отвлекает внимание многих. Поэтому я полагаю, что после окончания чемпионата, после 15 июля, конечно, надо планировать серьезные акции протеста по всей стране, согласованные, вплоть до общей стачки, общей забастовки. Попросить всех людей предпенсионного возраста, я тоже отношусь к их числу, в какой-то момент провести флешмоб по всей стране, выйти одновременно во всех городах страны на площадь и, допустим, что-нибудь поднять вот так вот кулак. И мы посмотрим, сколько миллионов власть получит. И хитростей им, надеюсь, не помогут, если мы будем ответственны, консолидированы и решительны в своих действиях, в своей борьбе. Ну, наверное, царь, добрый царь скажет, ну, 8 лет это много, давайте 7 или 6. Ну, что ж такое там, ну, не понимаю, ну, Дмитрий Анатольевич, скажет он, ну, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну, как же так можно с пенсионерами? Ну, давайте на 5 лет поднимем. И все сразу скажут, боже мой, прибежит Андрей Исаев, там, скажут, вот оно, вот она радость, вот, спасибо, государь, ты нам, ты нам, государь, даровал такое благо, такое благо. Мы видим слезы на глазах Железняка, там, Исаева, Ирины Яровой. Очень много будет благодарности Путину за его гуманизм в отношении пенсионеров. Я так думаю, у них такой следующий шаг запланирован. Газовые трубопроводы Все трубы потребуют замены. Срок действия этой трубы 25 лет. Поэтому трубопроводы газовые, это геополитическое оружие, с помощью которого государство завоевывает суверенитет, место в мире, там, отношение с Китаем, с Европейским Союзом. Это правильная вещь, но это не экономически недоходное для бюджета. Вас обманывают, когда вам говорят, что вот эти вот контракты приносят большие доходы. Это убыточные контракты, убыточные. Кроме этого, офшорный капитализм вытягивает из страны огромное количество денег. Огромные, миллиарды просто денег. Деградация инфраструктуры, ЖКХ в первую очередь. И все это уходит на Каймановы, Сейшеловы острова, в Кипр, там и так далее. В те места, куда сбежали наша крупнейшая тройка наших мустангов-олигархов. Дерипаска, Виксельберг и Абрамович. И израильское, кипрское гражданство. Вот вам указаны каналы вывода российских денег. Денег в бюджете нету. Они поэтому продали половину евро бондов, чтобы получить деньги. Но как добывать деньги? Ну не скажешь же Дерипаске или Виксельбергу. Ну-ка давай-ка там половину своих доходов. Это же столпы экономики. А начать залезть в карман россиянам. Повысить НДС на 2%, то есть нагрузку на малый и средний бизнес. И взять деньги из пенсионного фонда у примерно 10 миллионов человек. Я сейчас не обсуждаю там. Может быть солидарная система пенсионная неправильная. Может она правильная. Я считаю, что она правильная. Она соответствует Конституции Российской Федерации, в которой сказано, что Российская Федерация это социальное государство. То есть несущее социальную ответственность в том числе перед своими гражданами. Поэтому эта мера, конечно, попытки залатать дыры в бюджете. Залатать дефицит пенсионного фонда, который достигает каких-то астрономических цифр. От вас же скрывают статистику. Мы не знаем реальной статистики. Мы даже не знаем статистики по убыли населения. По-моему, с 2015 года на сайте ЗАГС РФ не обновляется данная. И вы увидите, что закрытые данные есть. Допустим, я баллотируюсь во Владимирской области, убыль населения 6 тысяч ежегодная. Во Владимирской области, коренной русской области 6 тысяч. С 2015 года данные они вообще перестали показывать. Потому что я думаю, что просто они катастрофические. Поэтому надо пенсионную реформу и реформу НДС именно так воспринимать. Как попытки решить проблемы бюджета за счет населения. Нет, бунтом не попахивает. Тем более, что пущены технологии в лице Навального. Какое отношение Навальный имеет к пенсионерам? Он выводит толпы молодежи, которым до пенсии еще лет 40, понимаете, жить и расти. По нынешним законам. Но Алексей Анатольевич решил оседлать все, что угодно. Но дело в том, что с Навальным солидаризоваться просто невозможно для многих левых. Тем более, что сам Алексей Анатольевич Навальный поддерживал увеличение пенсионного возраста и пенсионную реформу. Говорил о ее неизбежности, будучи, естественно, экономическим либералом. Я, естественно, приветствую его антикоррупционную деятельность. Мне очень нравится его фильмы разоблачающие. Это «Я вам не Димон» или «Чайка». Это все очень интересно, все очень правильно. Но политически теперь совершенно очевидно, что это на самом деле политик-спойлер. Который работает в интересах крупного капитала. Потому что вот сейчас он проведет эти акции. Будет арестован, скорее всего. Эти акции будут разогнаны. И таким образом сейчас будет выхлоп всей этой энергии. А я предлагаю левым силам, еще раз, после чемпионата, сразу вот 15-го заканчивается, 16-го уже разрешены акции, провести по всей стране флешмоб. Подготовить его через социальные сети. Пусть каждый выйдет там, не знаю, с красным флажком или с каким-то еще. Это надо обсудить сейчас, понимаете? Не будем уподавляться каменеву Зиновьеву и сообщать заранее планы восстания, как говорится, публично. Но сама идея флешмоба, она носится в воздухе. Миллионы людей. Пусть молодежь, которая сидит в аккаунтах, скажет своим бабушкам, родителям, давайте вот в этот день выйдите на улицу. Чтобы люди вышли на улицу или там, не знаю, держали, допустим, в руке 100-рублевку. Принесли 100-рублевку, кинули к местным там зданиям исполнительной власти. Вот, мол, вам нужны деньги, берите. Берите последнее. Надо весело. Власть, это важная, солидная такая, очень толстомордая власть, которая заботливо так всегда так смыкает брови, заботясь о народе, так все думает, как бы нам лучше жить. Она боится смеха. Вот стратегия Тиля Улленшпигеля и Хаджина Средина для этой власти смертельно опасна. Понимаете? Смертельно опасна. Эта власть смешна в своей жадности, в своей имперскости, в своем желании возродить царский режим, в том, что сами себя они рисуют на портретах в виде графов, баронов, герцогов, великих князей и так далее. Они комичные. Вся страна должна стать журналом крокодил, в котором эта власть будет изображаться. Вот это моя... Мне кажется, что это важный будет ответ, в частности, на их антисоциальные, антикоррессионные формы. Они больше всего боятся показаться смешными. Давайте сделаем их смешными. В случае победы будет власть передана Совету. Большая часть полномочий, которые исполнительная власть себе присвоила сегодня в лице Орловой одного из лидеров Единой России. Она называет местный совет активом губернатора. Это просто, на мой взгляд, нарушение Конституции и оскорбление законодательного собрания. Совет должен быть активом народа, активом жителей Владимирской области или любого другого региона, где есть совет. Поэтому, когда я буду губернатором, безусловно, я возложу на совет ту ответственность, которую он должен нести. Формирование комиссии по контролю за расходом бюджетных, аудит, в частности, действий исполнительной власти и действий чиновников. И многие другие функции, которые совет сегодня просто не выполняет, а является чистой синекурой. Поэтому я также возглавляю список коммунистов и НПБ на выборах в ЗАГС собрания. Я рассчитываю, что мы возьмем ЗАГС собрание целиком. Если вдруг она не пропустит меня через муниципальный фильтр, ну что же, Светлана Юрьевна получит серьезный бой за ЗАГС собрания. Тогда такого боя, как говорится, который дали владимирцы ордам Батыя, с которыми я ассоциирую современных чиновников, пришедших на Владимирскую землю. Но с другим результатом. В отличие от Владимира 1237 года мы победим. Продолжение следует...